Доброго времени суток! Давай сделаем, что мы лагаем! Да, да, да. Ну, мне вот скинули, например, картинку 720p3. Вот просто встань и посмотри. Вот так вот прямо даже? Встать и посмотри? Вот, вот. Чтоб ты понял. Я же маленького роста, я сейчас спалился. С чем мы имеем дело? Вот, вот сейчас обратите внимание на реакцию. А, ну, нормально. Это Tetris, да? Мне кажется, Tetris это next-gen просто. По сравнению с данной картинкой. Ну, ладно, друзья, мы возвращаемся в игру. Игра по номерам 2 между такими командами, как Team Tinker и Na'Vi. И 1-0 в пользу Team Tinker. Да, с вами по-прежнему Касперу Годхан, Tetris, Lineup Command, Dendy, Хвост, FANIC, OneScore, FNG. Команда Team Tinker, Bulba, Koikova, SingSync, PyCut и EGM. Пики. Пики немного перевернулись. Нави забирают себе Вайда и Ancient Operation. В бане находятся Банша, Висп и Раста. Team Tinkerino или как-то так банят. Бэтрайдера, Инвокера и Скаймейджа. Забирают себе Шейкера и Вайпера. Ну, в прошлой игре Шейкер был у Нави, а Войд был у Team Tinker. Да, у Team Tinker. Ну что, Войд и Ancient Operation. Не знаю, как по мне, но то не настолько имбовая связка для того, чтобы брать аппарата вторым пиком. А, возможно, связочка-то будет немного в другом. Возможно, Войд отправит Snowflane и будет очень агрессивная TripLine, Ancient Operation, Weaver плюс один. И вот эта связка уже может работать очень-очень круто. Ну, посмотрим, что задумали Нави. Не знаю, что задумали Нави, серьезно. Пока, я думаю, только их капитан в курсе, что он собирается делать, если он в курсе. Ты, кстати, жмакни на стрелочку и обратно, потому что у тебя, видишь, непрогруженные картинки. Какую стрелочку? Вот это в левом верхнем углу так пик-пик. Вот, видишь? Нанотехнологии. Уровень, ты понимаешь? High level detected. Не, это не шуточки. Ты с опытным, опытным, опытным профессийным командовачем сидишь. Ну, что? Тимириньо тинькериньо. Ну, а пока есть Viper, который непонятно куда пойдет. Будет ли это Мидл, будет ли это Viper Фармила и так далее. Сейчас посмотрим, кто доберется к нему в купе. Ну, в случае, шейкер уже есть. Патма не в бане, то есть у Сингсинга еще есть вариант покатать на коте. Это такое, что может. Причем, как на роль мидера, керри, оффлейна и суппорта, этот герой подходит в разных, скажем так, степенях. Ну и посмотрим, будут ли забирать эту самую Патму сейчас Тим Тинкер. Дизраптор! Дизраптор! То есть тактика молний у нас продолжается, видимо. Вот нам говорили в прошлом матче, что если вместо шейкера был дизраптор, тогда точно была тактика молний. И они бы затащили. У них не хватило дизраптора. Окей. Я думаю, ПНГ думает так же. Да. Кто посоветовал брать там шейкеры? А, это я на нем играл. Ха-ха-ха. Черт, побери. Черт. Кажется, я нашел виноватого. Ну и давайте-ка, третий пик ОТ НАВИ. Эээээ... Что это? Рейскинг. Подальше-то падришму. Я хочу, чтобы это был Weaver. Я хочу, чтобы это был Weaver. Но для начала лучше забрать мидера пока забанили инвокера. Денди может играть на многих героях, по этому его за контрить достаточно трудно. Другое дело, на каких он более эффективен. У героя должен бы дискейп, он должен быть инициатором неплохим. Например, Пак неплохо бы въехал. Есть и Сайланс, и Дизраптор для него не такая страшная штука. Можно будет улетать на арбе. Да, да, я вообще тут согласен. Да и Вивер мне на самом деле очень нравится. Потому что ловить пока Вивера здесь вообще практически нечем. Накрыть, разве что статик-штормом Дизраптора. Но и то этот вариант не слишком надежный. Можно как-то выбежать, выскочить. Тебя может глимпсануть сам Дизраптор за пределы этого статик-шторма. В общем, вариантов может быть несколько. И Вивер в прошлой игре был забанен, между прочим. Последним баном, кажется, его отправили отдыхать. Ну, сейчас посмотрим, что думает по этому поводу ФНГ. Вообще, я не помню, хвост часто катает на Вивере. Райс Кинг, ты был прав. Да, это тот самый Райс Кинг. Ну, героев тут на самом деле не так много для выбора, как мы знаем. Это у всей обычной Доты 100 плюс. А у нас тут 20. Да, да, да. Ну, 23, ладно. То есть, вот, есть стабильно 10 героев, которые сидят в пике, которые сидят в бане. И там, ну, 3-4 штуки. Качущих. Качущих, да. Они там могут залететь, могут не залететь. Вот там типа Дизраптор какой-нибудь. Там Зевс, да, вот из прошлого матча. Это вообще нечто. А так-то тут мало что меняется. Вот мы видим Дум Брингер, причем Дум тут неплох против Войда. И я думаю, что это будет вот тот такой инициирующий Дум с Даггером, который будет прыгать сам. Хотя, возможно, он будет, наоборот, дожидаться купола, потом уже затыкать. Так, а зачем дождаться купола, если надо просто туда-фейс ему? Думом кидать по лицу. Луна! Ну, тоже неплохо по челентач, не так эффективно, как Вивер, нет особых эскейпов. Вот тут уже Дизраптор может нормально подцепить, так скажем. Что-то может подцепить. Луна подцепить. Детка у меня сегодня родителей, нет, и дневник заполнен. Это ты так в клубе подкатываешь? Да, подкатывал. Л. А с чем Л? Сейчас я дневник уже не заполняю. Ну, я плохой мальчик. Ты себе раба нашел, который заполняет? Да. Так, ну что ж, минус Магнус и Кентавр. Вот, кстати, бан Магнуса очень любопытный. Забытый временем герой, но, как по мне, он по-прежнему силен. Не стоит его недооценивать. Герой сильный. Тут, понятное дело, он и мид неплохо стоит, и способность инициаторская, которая очень-очень крутая. Что будет добирать? Кого-то в мид, наверное, или кого-то в фармить? В зависимости от того, куда отправится Вайпер. Дум здесь, скорее всего, будет роль офлейнера исполнять. Кстати, ему на офлейне здесь будет очень неприятно стоять, потому что есть Ancient Operation, есть на скинг и луна. Смотри, если бы Вайпер стоял на офлейне, то... И Вайпер не будет стоять на офлейне. А кто будет стоять на офлейне? Дум или вот кого сейчас заберут? Ну, вот в том-то дело, что... Или вот, например, ФНГ думает, что офлейна как раз и не хватает, потому что забанил Кентавра. Вот посмотрим, сейчас угадал он или нет с местоположением. Или это будет Керри Дум и Солмит Вайпер. Драгон Найт. Это будет всё-таки Солмит Драгон Найт, видимо. Да, Вайпер в лёгкой и Дум в сложной. Всё верно, как ты говорил. Ну, наверное, опять же. Потому что ребята могут расположить... Ну, судя по всему. Судя по всему, всё будет именно так. Я просто не вижу других расстановок таких более-менее качественных. Но в миде у нас Вайпер пока ещё непонятно будет против кого стоять. Вот сейчас дают выбор ребята из Team Tinker на вям. Ну, точнее, ДК, ДК, конечно же. Кто будет стоять против Драгон Найта сейчас? Слушай, очень часто раньше использовался аппарат Солмит. Вот сейчас. Ну, первый Интернешнл это был вообще стандарт. Потому что там было 34 героя или 32, сколько. И Эншн Допаришен... Сейчас меньше стало. Ну, сейчас, да. Сейчас чуть меньше, конечно же. И вот Эншн Допаришен в миде стоял неплохо. За счёт того, что набирал быстрый шестой уровень. И, собственно, гасил людей. Тушил им свет. Морозил им глаза. Да, именно так. 20 секунд. Нави. Last pick. Ну, реально, немного подзадумались. Как по мне, Пак тут вообще не вариант нынче. Потому что слишком жирные герои. Пак со своим прокастом здесь не сможет ничего сделать вообще. Это Тимбер. Это у нас Тимбер. И это что? Это Войт Соломит? Нет, это Дэнди Соломит на Тимбере. А было такое? Было в своё время? Да, конечно, было. Мы ещё сидели, бомбили по поводу того, что все качаются как неправильные Тимберсо. А вот Дэнди, ну, мы там сколько доказывали, да, что вот так и надо. И, собственно говоря, Дэнди... Что цепуха полезная штука. Именно, именно. Цепуха, цепуха, она тащит тебя к дереву. Собственно, она, в принципе, полезная штуковина. Потому что многие Тимберы, они там что-то первую, третью максили, там, какой-то фигнёй занимались. В результате прилетал там Тимбер из другой команды в следующем матче на цепочке на третьем уровне. И просто рассказывал, чё почём. Ну и что, команда Нави, ФНГ бежит у нас на Ancient Operation, Дэнди, Тимбер, Ванскор на Рейскинге, Хвост, Луна и Фанник играет на Фейслес Войде. Кстати, у него что-то с головой. У Фаника? Да. У Войда явно что-то с головой, мне кажется, ему... Лоботомию, по-моему, влупили. Ну, причём такую обширную лоботомию, я бы сказал. Головы нет, грубо говоря. Ну, она как бы есть, но её ложкой выяли, наверное, я не знаю, как это ещё называется. Ой, арбузная голова. Там, причём, видишь, вот там прям такие соскоблено просто ямки на другой стороне черепа. Что, могут найти? И находит Вайпера, Ванскор должен успевать. Давай, стан даёт, стан есть, бим, подпрыгивает, чилин-тач, но под чилин-тачем тут не уйти, слишком много дэвиджа, минус Синг-Синг, Фанник делает. ФБ, ну, это отличное начало для оффлейна. 419 на руке. Да, нот-бадова, действительно, нот-бадова. Сутью, Фанник остаётся, да, тут, тут остаётся, на оффлейне. Думаю, может, он... ГЛХФ желает хвост, уже пусть... Так, ну, онмайнер, да... Хе-вас, да... Фак, а ю, ГЛХФ. Там нормально ещё рейджи вся, акс. Короче, вообще, костёр, как по мне. Начало игры было действительно интересное, ну и давайте посмотрим, будет ли оно таковым дальше. Нет, тут у нас активные очень достаточно. Да, да, ну, потому что команды, собственно, такие. У нас Тим Тинкер агрессивные пацаны, у которых, собственно, не только набор героев, да, в основном предрасполагает какую-то активность на карте, но и набор игроков в команде, достаточно агрессивных игроков. Тот же Синг, тот же Бульба, бык ещё тот знатный. В общем, много таких товарищей, которые могут пойти и подраться пораньше. Койква тоже у нас любитель. Ну что, Дэнди на Тимбере в Миде. Не получается зла схидеть первого Крипа. Ну, наверное, не привык. Крип его обошёл. Крип его обошёл немного, да. А тут ещё иллюзию Луны ему оставили, которая даёт ему плюс 14 атаки. Нормальная задумочка, да? Да, прикольно, кстати, сделано. Так, ну и что? Продолжает у нас тут Тимбер стоит добивать Крипочков. ДК к нему подойти особо не может. Вот Тимбер очень хорошо стоит против страджевиков милишных в Миде, потому что подрезает им мейн атрибут, он же Сила, то есть ХП, там на 15%. Цепляет Фанникова, у Фанника есть Тимволк, глимца здесь нет, поэтому Фанник спокойно отжирается деревом и уходит. Отжираться, отжираться? Падает Курьер. Да, его тут ФНГшечка подождал и, собственно, забирает этого самого Курьерчика. Красава. Окупился переход на Ви. Ну, уже да, уже всё, уже Ботл снял, так что всё норм. Так, ну и что там у нас по Крипочкам? А что с Фанником? Ну, Фанник тут бегает за динозавром и бьёт его. Вернулся в Старые Добрые Времена, где надо было булавой забить динозавра. Так сказал, Старые Добрые Времена, так почесал бороду, знаешь. Каменную булаву погладил. Да-да-да-да-да. Ну что, ванскор, второй уровень, есть стан ЕГМ. Нет, не получится здесь ничего. Так, ну смотри, там Фанник-то внизу. О-о-о, Фанник! Минус динозавр. О-о-о, Дизраптор! И Фанник текать. О, боже мой. Есть проезд путь, есть проезд путь. Там два Крипа стоит. Они просто заблокировали Фанника, они не давали ему выйти. Там, короче, было просто только что два таких лютых мисплея. Первый от Фаника, который прыгнул в лес за Дизраптором, то есть между деревьев. А второй это то, что когда дерево упало, он его съел. Дизраптор все-таки оказался рядом с ним, непонятно как вообще. ИГМ, пошел член-тач. Ну ты представляешь, сколько дэмэджа. Это просто невыносимо, говорит Дум, и умирает. Ну, сложно пережить такое количество дамаги. Там и член-тач, и аура от Луны, хотя и первого уровня, тем не менее. Там 14 урона на трех героев достаточно неплохой показатель. И что, очень нехило так начинают этот матч на Ави. 3-0, пока в сухую. Причем Фаник там в сложной умудряется даблу унижать. Периодически даже триплу. Но он их не считает. Да, но в миде у нас там Дэнди сейчас четвертого уже уровня. 15 на 11 против 3-0. Как тебе такое? Дэнди сейчас, наверное, неимоверно рад переходу ФНГ в Ави. Теперь он может говорить, на чем он хочет играть. Ну, это такой немаловажный момент. Раньше ему говорили, на чем он хочет играть. А теперь он говорит, на чем он хочет играть. Не, ну сейчас-то мы видим, что пока получается. И вчерашнюю каточку взяли. И сегодня, несмотря на то, что первую игру проиграли, вторая начинается просто очень хорошо для Ави. Пока четвертая минута. Я думаю, тут уже на графиках что-то должно быть. А на графиках уже что-то есть. На графиках уже двукратный перефарм от Ави. 5400 они уже нафармили, в то время как 2700 нафармил враг. Нет, это понятно. И самое жесткое то, что герой это достаточно ранней агрессии. То есть Тимбер пойдет скоро гангать, седьмой там уровень получит с Арканчиками и так далее. Пойдет собирать урожай. Есть чем подпушить. Тут все-таки Луна с Ванскором, который, правда, пока не качает Вампирикауру. Но, тем не менее, атаки-то у него достаточно. И Фаник, который неплохо себя чувствует, забирает Хасту и начинает наваривать Бульби. Бульба, здравствуй. Мужик, с бревном, иди сюда, динозавра, я убил и тебя убью. Так, ты смотри, сейчас хотят фиссурочку еще откинуть. Фаник. А, фиссурка какая-то немного странная, но Фанику тут могут, кстати, еще навалять. Фаник есть от пиццы. Отжираться-отжираться? Отжираться-отпиваться. Так, вот он на разврате пошел искать людей. Урс избивает ему в Хилинг Селф. Фаник, красава. Ну, теперь надо идти вообще отсюда подальше, наверное, потому что... Не, он пойдет сейчас запрыгнет на вышку. Посмотрите, сколько тут крипов. Ему нужен этот опыт определенно, что он прыгнет за вышку Таймволком. Синг-Синг не успеет тут ничего сделать. Фаник. Такая еще тычечка коварная залетела. Кстати, Синг-Синг... А, он пятого уровня, он пятого уровня, да. Да, ну, еще достаточно ранняя минута. На топе у нас в А5. В А5. Вот хвост, наверное, не уйдет отсюда. Даблкил. Не, не даблкил. Ну, да, да. Какой-то делен. Вышка добила у нас Рейс Кингая, и, собственно, сам Бульба добил только что Луну. Неплохо тут Шейкер влетел. Сразу же получает нехилое количество экспы. У него уже четвертый с половиной уровень. Ну, мне кажется, да. И вот просто Дэнди сейчас топит в каком-нибудь Оливье. Оливье лицом просто. Просто по шею его туда вгоняет. Да, на самом деле все очень плохо у Койква. А Дэнди чувствует себя великолепно. Уже седьмой уровень против пятого. Вот они, Арканчики прилетают. Отпивается Ботлом. Проблема в том, что сейчас Дэнди сможет нормально врываться на этого Драгоннайта. Так как там пятый уровень, только первый стан. Слишком долго не получится держать Дэнди под контролем. И, мне кажется, понимают. Понимают это сейчас парни из коллектива Тим Тинкер. Ой-ой, Койква. Я же о чем? Я же о чем? При этом самому Дэндику урона практически вообще никакого не зашло. Ну, на стакал армора себе. У него нормальный рейдинг. Приобретает себе скролл ТП. Возможно, собирается куда-то ворваться. Дабл дэмэдж забирает руну Райскинг на ботами. И, возможно, пытается с Войдом ворваться. Все-таки у Войды есть шестой уровень. Есть уже купол. Правда, манны сейчас не хватает на врыв и поставить. А хватает только на одну из двух. Ну и тем временем на топе хвост подпушивает. Есть ПТшечка, базилка. Сирклет. Да, ну тут так Райскинг на нижней линии, я смотрю, замыкался. Ой-ой-ой, дэнди, дэнди. Погибает. Ну, вчетвером справились, да. Справились, и ЕГЭМ пол шестого уровня получает. Что ты... Не буду... Я даже снова не сказал, а ты же начинаешь... Снова не сказал, но уже все-все поняли. Сидит этот ЕГЭМ пол шестого. Какой-то задний парт. Ты там шутник-казар в них проснулся. Я бы сказал по поводу прошлого такого диалога пару веб-лик. Не пойман... Нет, там как раз ты был пойман. Так, ну ладно. У нас тут что, фанник себе Мидос решил собрать, или ПТшечку сразу будет варить? Нет, мой Мэйл Шторм, скорее всего, будет, или ПТ. Если бы ПТ он уже приобрел, поэтому, скорее всего, это либо Мидос, либо Мэйл Шторм. А где он ПТ приобрел? Если бы он хотел, он бы приобрел ПТ на секретном магазине. Вот так, значит, заговорили мы, да? Да, контрим. Мы видишь, ТП покупает, а ПТ не покупает. Такс, и Вайпер у нас какие айтемы выходят? Вайпер пока у нас выходит не во что. У него есть только Power Threads, и на этом... Собранные артефакты заканчиваются. Тенди смещается на то, что сейчас должен быть подпуш какой-то, я думаю. Да, а вышка тут уже вообще в Салатину, я бы сказал. В Оливье. Да, ну и достается вышечку на Сеншент-Апаришину, у которого что, Форстаф скоро будет, наверное? Или это будут Транквил-бутсы вообще? Это будет Транквил, да, хотя, возможно, это колечко Ригена просто так, а может из него и Мека будет собираться. Просто так, значит? То есть команда с мировым именем покупает что-то просто так? Да. Ага, ты что? Я передам им. Хорошо. Тебе популярно объясняют, что просто так ничего не делается. Хорошо, хорошо. Типа был слот 350 голды, пойду ковлю кольцо. Так нет, чтобы стоять на лейне нормально, типа не бегать, куда отличиться, под хил не тратить. Ну, я же тебе говорю, это скорее всего Мека будет. Ну, это Хедреска, да. Это Хедреска, и Хедреска нет, пока только Мэджик Вонт летит к Рейс Кингу Грейджиной, у которого уже пятый уровень. И восьмого левела Дэнди с Крипстатом, там, 50 на 20. Да, там по-любому койка варет, да какой у него ММР. Что он творит, столько днаев потник. Задрот. Задрот, потник, да. Что, фаник, фаник 1100. Ну, похоже на то, что это может быть Мидос на самом деле. Очень может быть, что это будет Мидос. Не, мне кажется, что так как начало было, ну, неплохое для команды в целом, то сейчас, возможно, стоит использовать этот неплохой изначально экономический буст для того, чтобы быстро выйти в Мидосы и просто продолжить игру. Ну, как бы с нуля, то есть у них нет айтемов, у вас нет айтемов, но у вас есть по Мидосу, там, у одного-двух героев. Ну, против Тимбера еще очень трудно заходить на хайграунд и вообще что-либо делать. Заход на Тимбера, Фиссурина, Дум, подсейв на Дэнди есть. Есть, сюда прилетает Ванскор, пошел стан ВГМа, Дэнди задувают. Ну, и Дэнди минус. Да, причем Рейскин, конечно, тут никого не может пробить. Тут очень плотные герои, Вайпер, ДК, Дум, Стан, есть Леклипс, есть Леклипс, хвоста отрезали, но не пошел, не пошел дальше, Саша. Да, так вот, по поводу жирных героев, плюс еще есть Дезраптор с Шейкером, который в основном держится далеко, так что бить придется именно вот этих вот толстых героев, если только Фаник не будет там суперкруто вылетать как-то. Вот, оставляют сейчас ФНГ на топе, дабы он мог получить свой шестой уровень. Нет, так ни одна команда на планете не должна делать. Суппорт должен быть загноблен в хламину, чтобы он бежал на 18-й минуте с третьим уровнем и кричал, пацаны, подождите, не убивайте его до, где я подбегу на экспу. А герои всех вражских специально убивают до того, как Суппорт успевает подбежать на опыт. Ну, некоторые команды так и играют, вот вроде бы я тут сидел так желчью и стекал, но тем не менее очень многие коллективы так и делают. А сейчас происходят грамотные вещи, то есть то, что... Потом еще и кикают. Да, потом еще этих игроков и кикают. Че ты третий уровень на 16-й минуте? Донарь. Не мог найти, чем тебе на карте заняться, что ли? Конечно, не мог найти. Так, у нас там в миде начинается заруба. Ультаппарат, а? Только он куда-то пролетает. Шлейфом, скажем так, прошел. Да, самую малость. Это специально, я знаю. Это ты делаешь вид, что ты днарь, что ты не попадаешь ультами, а в нужный момент попадаешь. Профит. Как тебе мои тактики? Я так Техлапс проиграл. Делал вид, что я не попадаю, потому что я и так не попадаю, и так. Так, ну смотри, у нас появляется первый мидос, это мидос у Дума, между прочим, у того самого оффлейн Дума, 1, 2, 3, у него статистика. Ну и тут же мидос появляется у Фанника, Фанник уже почти 9 уровня, уже 900 сверху после мидоса. У Фанника, в принципе, все неплохо, он сейчас может врываться, закрывать куполом, а если Тимбер окажется рядом с луной Эклипсом, то там будет развал кабинетов полный. Да, конечно, очень много дамаги будет залетать. И... Что ты хочешь? Где? Замесы, драки, нужны кровь! Мидосы собрали, никаких драк. Позолоти ручку. Нам уже скоро мека будет, Эншент Паришина, вот. Шестой уровень он взял, мека совсем скоро будет, вайпера мека уже есть, но вайпер-то это... Типа главный фармила, и все эти 12 минут он стоял там крипов, пытался добивать, а Фанге у нас 13 крипов забрал за все это время. И если результат один и тот же, зачем фармить больше? Ну, именно поэтому, видимо, всяких войдов стали отправлять в оффлейн. Потому что, вроде как, у тебя там есть айтемы, у тебя нет айтемов, при этом хроносфера твоя одинаково полезная, так вместо того, чтобы давать одного уязвимого керри, которого можно там под хроносферой как-то задизейблить, и в результате ничего не получится. Почему бы не отправить его в оффлейн, взять пару спиллов под этого самого... под эту хроносферу, и затащить там даже с войдом без айтемов. Что там у Дэнди? У Дэнди-поинт-бустер. Понятное дело, что поедет в Блудстоун. Может быть стоит койку вот как-то присонуть, потому что у меня там уже Митрио Хаммер, почти десятый уровень, он так к БКБшечке придет, незаметненько. Опять ты, run little bottom tower, run! Да, я все время орус этой... Беги, вышечка, беги. Маленькая вышечка, вышечка не может бежать. Ох уж эти вышечки. Надо сделать как в Варкрафте, чтобы они могли выкапываться и ходить. Ты... Что ты? Я! Ты, да. Ты, я так понимаю, тебе уже достали, мой спешл тактик за сегодня. Да уже. Я просто представляю, вот этот tower defense вот здесь. По три вышки стоит, давай, подходи у нас тинки. Сделай мне больно. По кусаке 12 вышек, давай. Тинкер, котел, тимбер. Кто там еще есть? Так, там кого-то нашли. Кого-то нашли, нашли фаника, фаник получает doom. Ну, хоть медуз успел кинуть. Они смотрят, как в зоопарке, если не знаю, в вольер просто, да, его загнали. Еще недавно я гонял динозавров, а вот теперь динозавры гоняют меня. Вот-вот. Ну и смотри, тут заход у нас на Рошана уже от команды Na'Vi. Весьма такой агрессивный выход. Нет, но они пока особо ничем не рискуют. Рискуют они только тем, что могут потерять и один tower на топе. Да и то это такой сибирист. Tower full away, да. Фортификации, правда, нет. Порошан уже отвалилась. Нужен войс сюда. Войт на экспу должен прилететь, как минимум. Ну и заход на tower на топе. Dragon Knight. Руна double damage. Тоже туда, я так понимаю, идет. Да, уже рядом. Есть Dragon Form. Юзать пока вроде не собирается. Ульт аппарата. Попадает в Синг-Сингу. Да, ну мы видим, что герои жирные, им в принципе пофиг на изначальный урон. Если нет никакого добивания, то ульта аппарата окей. Закинул и закинул. Дальше ребята просто прожимают мяку и живут. Тут у нас Фаник. Фаник бегает под вардами. Очень агрессивные варды. Ранние я имею в виду агрессивные варды. 15 минуты всего лишь, а там уже готовятся убивать. Прям под базой, да? Что это? Тедба на путье под дабл дэмэджем-то и Dragon Knight'ом очень-очень больно наваливаются. Фанику прыгивает. Ошибка, ошибка серьезная. Вот Райза, ошибся он с таймингом. Вышка падает. Слушай, у Dragon Knight'а, который очень сильно был загноблен в миде, просто в салатину, у него уже есть БКБ, ПТ и Боттл на 15 минуте, что в принципе-то очень-очень хорошо. Для такого тайминга. Поэтому, возможно, за счет этих вышек и каких-то соло-киллов. Фаник запрыгнул, синг-синг, закрывает ульт-аппарата, пошел диск. Да, но тут вроде как много чего попадает. Забирают вайпера, сгорем пополам хвост. Ах, хвоста развели на Эклипс, хотя нормально зашло, да, нормально зашло. Ой-ой-ой, снова диск. Райз. Ох, 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 как же там больно-то. Минус 3 делают на Ави, теперь они имеют возможность практически безнаказанно, да, забрать Т2. И они пользуются этой возможностью, как мы видим. Да, и уже у хвоста есть Монта Стайл на 16-й минуте с Айегисом. Не стоит думать о том, что хвоста сейчас надо убивать два раза. Падает вышка, Тимберсоу ее забирает. И Тимбер имеет на руках 3000. Это практически Блудстоун, если что. При наличии Т-поинт Бустера уже в запаке. Ну да, наверное, должен быть все-таки какой-то Блудстоун. Вряд ли это будет Аганим. Вот давай придумаем Аганим для Тимбера. Что он будет делать? Как ты меня задрала же сегодня. Я как раз видел, и вот я только что и озвучил это выражение лица. Если это можно так назвать. Ты как этот осел из Шрека, когда там две идеи. Сталкивается в том числе. Какая лучшая стрелялка? КС-1.6, 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 КС-1.6. Поинт Бланк. Ну а че? Да, действительно. Я думаю, он так же говорит. Главное, на нее повернуться твое, типа, ну а че? Что, плохая, что ли, стрелялка? Смотри, да, хвоста у нас тут находят. Хотя, Глимс, хвост, но это дроп Аегиса только. Хотя, может, и второй раз его. Ну, слушай, в этот дроп Аегиса очень много влили. В то время как тут ребята еще ничего не потратили. Шейкер. Фаник уходит, получает вайпер страйк. Шейкер запрыгнул. Неплохие станы. Бульба пытается уйти. Бульба минус. А че тут Синг-Синг разбаковался? Не по-моему. Эй, крылатый, иди сюда. Ему кричит Фаник. Начинает баши по голове бить. Баттон Фьюри. Фаник. Койку не выпускают. Есть купол, если что. Ставь купол. Ставь купол, не жалей. Синг-Синг. Убей человека. Убей человека. Все, отлично. Трипл кью от Дэнди. Да, все вообще для нами сейчас. И 11 лутстоунов. Да, ты понимаешь, что, во-первых, там лутстоуны копиться начинают, причем так нехило. Сразу же три заряда с одного файта. Так вот, счет становится у нас 5-11. Несмотря на то, что фрагов у нас не так уж и много, но игра вроде как более-менее динамичная. Фраг минуту практически. Нави имеют преимущество чуть более 5000. И ты посмотри на график. Посмотри. 7500 по XP. Да, опыт там даже, наверное, не так сильно решает. Просто вот вроде бы только-только Тим Тинкер сделали небольшой камбэк там с 3000. Там отыгрывали, отыгрывали, отыгрывали на протяжении 10 минут. Их назад прикопали. Да, и тут просто один тимфайт, и их сразу роняют далеко-далеко вниз. Ну и Дэнди с руку низа. Видишь, там много было потрачено в Аегис. Да, да. Все было потрачено в Аегис. Вот в чем дело. Все. Лу надо было вешать после. Именно. В решение. Не до. Либо вешать и уходить сразу. То есть не драться. Там надо было просто, да, просто попытаться развести на Аегис и отступить. И уже следующий нормальный тимфайт как-то пытаться проводить качественно. Потому что если ты все всадил в одного героя, а потом начинается драка, то... Дэнди находит ЕГЭМ. Может быть курьез. Он начинает его пилить. Диск. Вот тут бимчик. Скоро будет дум. Можно будет попробовать повесить. Но ЕГЭМ не стал его тратить. Отправляется в таверну. И Дэнди это мега киллстрик. 12-ый заряд блудстоуну. 1600 на руках. И сейчас ему еще дадут какую-то шиву получить. Это будет... Это будет все. Да, но у него тут реген маны 18 единиц с половиной в секунду. Конечно, под аквилкой, но тем не менее. Неплохо, неплохо. В блудстоун там побольше регена маны дает, чем аквилка. Я слышал. На писичку. Да, в самую малость. Что тут стаки продолжают делать для луны? Ну, причем там вард стоит. То есть вард все должен здесь палить. Что вообще происходит? Что делается? Ну и почти БКБ. У хвоста. Кстати, не добирается ничего из маски смерти. Оставляет ее в первозданном состоянии. Ну, видимо, доминатор ему не особо сильно горит. А вот БКБшечка, штука действительно полезная. Синг-синг. Фаник, купол, цепанули, хвост. Не достает. Хотя Бимчик смог пульнуть. Да, вот он Бимчик в принципе только и пульнул. Пошел эклипс. Синг-синг догоняют. Там хаста. Фаник должен ее забирать. Да, и это минус Синг-синг. Оунич от Фаника. Ну и очевидные денюжки. Две двести на руках. Будет ли это агоним или все же глибаня пойдет в дэмэдж? Дэнди не чувствует сейчас этих фиссур и так далее. У него слишком много хп и армора. Идет шейкер. Вернули глимцом Дэнди. Что дальше? Есть. Эхо слэм. Кипим. И Дэнди дынается. Дэнди решил вообще времени не тянуть много. И сразу же респауниться. Возвращается в... Хотел сказать в драку, но нет. Он решил не делать телепорт на тир-2 вышечку. Так вот. Остается у него все равно 8 зарядов. Не так уж и мало. Стартовый, скажем, капитал имеется. Такс. И ФНГшечка. Что там у ФНГ? ФНГ 1000 голды и 9 уровень. Ванскор готов запрыгнуть, если что. Но ему нужна помощь. Не есть даггер и стан. Не полез. Он, хотя реинкарнация 2 уровня, ее можно, в принципе, потратить. Не так долго кулдауниться. До 16 уровня еще очень долго. Ну да. Надо пытаться как-то это смениваться. Дэнди приобретает рвла. Хвост дофармливает БКБ себе на иншентах. Он уже, по сути, дофармил. Да, вот приобретает рецепт. Ты совсем чуть до 16 уровня. Третье. Третий клипс. Это больно. Так, тут что-то пишут. Why don't respawn mid? What the fuck? А что случилось? А может быть, донда появился в миде? Да не. Не знаю, что происходит. Не, не в миде появился. Он, может быть, на цепочке просто прилетел. Есть же такая фигня, что если ты кидаешь цепь и умираешь, то ты на этой цепочке, если ты моментально респаунишься, то ты летишь на этой цепи. Чудеса на виражах. Да, да, да. Ну, я не обратил на это внимания. Может, что-то такое было. Ультопорад на том, летит. Ну, вот помигали, да, что есть ульта меншентопоришна. Все разбегаются. И атака не удалась. Но, лейт, в теории, должен быть за командой Нави. Там, Луна с Войдом и Рейскингом еще на подкрепе должны очень сильно объяснять команде противника. Учитывая то, что у Войда уже есть 4200 на руках. То есть, совсем скоро он сможет себе практически любой артефакт, в зависимости от ситуации, собрать одним кликом. Ну, что, Ванс Гор продолжает наронить крепочков. Крепочков. Базилка появляется. Я так думаю, какой-то Владмир соберется. Хотя... Непонятно пока. Непонятно? Непонятно. А что собирает Ancient Operation? Это что, опять Вейлу в Дискорд? Похоже на то. Ну, вряд ли это Доминатор. Или Армлет. Как тебе Ancient Operation с Армлетом, например? Игриво. Игриво? Да. Будет играть Армлетом? Ну, да. Фанник начинает фармить. Подходит Дэнди, помогает. Ну, к Фаннику Аганим прилетел. Хроносферка теперь чуть более качественная. До и до 16 уровня осталось не так много. Один нормальный замес. И все. И максимального уровня хроносферы. Это 6 секунд. С 60-секундным кулдауном. Очень недурно. Койква. Будет ли цеплять? Пошел Бимчик. Нет, не будут цеплять. Отходит хвост. Хвост, кстати, очень сильный вампирик рядом с Ванскором. Да, это все-таки будет Владмир. Он потихонечку-потихонечку его добирает. Ну, будет, видимо, просто там ауры какие-то собирать, чтобы быть банально полезным благодаря только своему присутствию. Потому что урона у него немного. Видим, криты он не качает. Значит, и акцент в деменджеру не будет деляться. Рошанчик появляется через полтора минуты. Дэнди его уже сейчас чекает диском. Что есть у Койковы? У Койковы есть БКБ. Оно 9-секундное. Также имеется плейтмейл. Скорее всего, будет кераса. Но до нее еще надо очень-очень долго фармить. БКБ появляется у Дума. Ну, БКБ это все очень круто. Но если вас накрывают куполом, оно немного бесполезно. Да, разве что вы успели прожать его там заранее. И вас, возможно, не накроет какой-нибудь там Sky Mage или Ancient Operation. Так, ну и... Вот сейчас у нас реально начинается очень-очень пассивная дота. Потому что команды понимают... Нави понимают, насколько у них мощные лейты. Тим Тинкер надеется на то, что они смогут одолеть в тимфайте эти самые мощные лейты. Хвост. Хотя сложно будет это сделать. Рассекретит ли Смок? Нет. За и выдели детектива хвоста. Да, ну хост просто забегал, вроде такой, на морозе. Ничего не происходит. Ван Скоро уже, наверное, минуты 3 или 4 стоит на ботами. Его никто не трогает. Он просто стоит и бьет крипов. Так потихонечку Владмир у него и... Приклеится, скажем так. 12 уровень уже есть. Да, он реально тот уровень целый получил, пока тусовался. Так, у нас... Есть Глимс. Есть реинкарнация. А не так-то просто его убить, на самом деле. Подлетает сюда Дэнди. Ультаппарата. Ультаппарата по троим. Отлично. У Бульба большие проблемы. Бульба, скорее всего, в минус. Будет ли прыгать Дэнди? Дэнди не прыгает. Боится дума. Ну, это был бы, да. Прыжок в неизбежности. Я не знаю, как это еще называется. Просто неизбежную смерть прыжок. Потому что его там уже поджидал ЕГМ. ЕГМ-то у нас еще и с даггером. То есть он в случае чего мог бы и допрыгнуть. Догнать. Появляется Рошанчик. Дэнди. 8 зарядов Булстова. Не появляется плейтмейл. Все-таки это будет шиво, как мы и говорили. Запрыгивает Фаник. С Момом начинает наваливать Порошану. Хвост. Тут же уже есть Монтостайл. И появляется еще один ультимейтор. Приобретается рецепт на линку. Ого-го. 5 сек, пауза просит. Ванскор. Да, я пока пошел, почитаю комментарии. Они очень... Великолепные? Они, да, они радужные. Дружелюбные. Дружелюбные отзывы. Давай цензурный вслух. Не надо. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Для начала его нужно найти. Ага, хорошо. Например, что стрим не на Твиче? Вот это первый вопрос. Это самый цензурный, наверное, вопрос, который есть. И то половину этого вопроса я из целей, опять же, да, цензуры вырезал. Там много запятых было. Запятых? Да. У нас, ты знаешь, какое слово выполняет роль запятой, скажем, в повседневной речи. Да, самый популярный вопрос, когда будет билет на Старладдер, но он должен уже скоро быть, друзья. Он, по идее, уже вот прям, прям в магазин просится, но при этом почему-то вольво его еще не добавили. Поэтому у нас тут бомба лейла именно по этому поводу. Но мы ничего не можем поделать. Извините. Мы можем, конечно, напечатать вам на листе А4 и высылать. Типа Старладдер билет, так, левой рукой, так, маркером. Можем вырезать вот этот, например. Просто ножом по бумаге сейчас так. Как тебе идея, кстати? Мне очень нравится. Покупай билет до Т2ТВ. И просто там за... Покупай! За соточку зелени его задвинуть. Так и сделаю под конец сезона. Да ладно, сейчас было более пафосно и качественно. Так, ну что ж, друзья, у нас тут пока еще игра не продолжается, но я еще раз расскажу, возможно, для тех, кто только-только подключился, о том, что это у нас финал, собственно, турнира от Симиплей. Ну, типа шоу-матч, турнир. Там первое место вроде бы сколько? 10 тысяч долларов? Я уже не помню. У нас уже сетка обновилась, и почему-то Тим Тинкер продвинуты до конца. У нас игра продолжается, да. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кажется, режиссер-то у нас Глор Тим Тинкер. Не? Похоже на то. Ну ладно, у нас тут паузу уже отжали. Рошана забрали, парни из Нави. И, кажется, тут счет сейчас станет 1-1. Да, потихонечку все к этому и идет. ФНГ 10 уровню с Меккой. 700 хп, ему надо еще по уровню до второго ультимейта. Койква, что приобретает? Приобретает себе рецепт на Кирасу, хотя до самих артефактов еще тьму, тьмущую денег надо. Фаник с Аганимом, Момом, 2700 снова. Минус вышка на ботами дефить ее, я так понимаю, никто не будет, и даже и не полетят. Падает Тауэр, забирает его в Фейслис Воид. 3200. Ну и прилетает сюда уже Владмир. Огромное количество вампирика, а Тауэр 30% плюс Владмир, плюс Морбид Маск на Луне, который превратится, наверное, в Доминатор в скором времени. Так что тут действительно, если Луна будет бить, и она от лайфстилится на очень-очень много. Луна бить, Луна бить. Так, нет, Луна, конечно, бить будет, и она и так уже неплохо наваливает действительности. Я тут Глимпс и Купол. Ну, Купол, кстати, по райзу и по Синг-Сингу, так Купол тоже попал, ай-яй-яй-яй-яй. Луна сейчас может погибнуть, нет, Луна отходит. Хвост бегает просто в БГБ, у нее еще есть и что, есть Аегис, Фаник ходит, получает стан, вздыхает домом, а зачем? Фаник тоже все свои грязные дела сделал. Влетают Эхослэм минус Фаник, Бульба отсюда не уйдет, ГГ пишет Синг-Синг. Возможно, просто понимали, что уже и так ГГ, поэтому и просто залетели повоевать. И решили, как это называется, криминального авторитета Глебаню мочкануть под конец катки. Глебана. Глебана щемануть под конец катки. Да, ну что ж, действительно, гуд гейм, счет становится 1-1, и напоминаем, что до трех побед эта серия у нас продолжается. У нас очередная двухминутная пауза, как мы поняли. Я не знаю, может, команды сейчас действительно соберутся, пойдут отдохнуть, попить с очку 3 минутки. Да, ну, в любом случае, никуда не расходитесь. Впереди еще огромное количество интересных матчей. У меня так точно до 5 утра сегодня. Да, этого чувака вы еще успеете наслушаться. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся. Далеко не разбегайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!